В Ульяновске проложили дюкерный, то есть подводный водовод, расположенный под рекой Свияга. Новая артерия, состоящая из двух труб диаметром в 500 и 800 миллиметров, будет снабжать водой железнодорожный район города. Строительство коммуникации началось в конце лета, после порыва сетей. Напомним, авария произошла 19 августа на участке возле поселка Тути. Работы начались сразу после происшествия, а 23 ноября коммунальщики вышли на финишную прямую. Осталось сделать врезку. Работа эта у нас займет сегодня весь день, и планирую к концу дня запустить на постоянной основе воду уже в полном объеме для поставки как промышленным предприятиям, так и жителям. Меры, которые мы приняли, позволят понизить параметры, но полностью не отключать, чтобы не остановить центральные тепловые пункты по обеспечению горячей водой Южной Котельной и объектов социальной сферы. Во время проведения работ напор воды на верхних этажах может быть чуть более слабым, но, как объяснил Александр Черепан, это явление временное. Обладателям газовых колонок тоже переживать не стоит. Поток воды будет достаточно мощным для работы водонагревателей. Коммунальщики планировали построить водовод к середине декабря, но завершили работы раньше. Те решения технические и технологии работ, когда мы запараллелили процессы все по подготовительным работам лесопосадки самой, запас материалов и траншеи, все это запараллелили. Это удалось сократить сроки практически на три недели. Губернатор Ульяновской области осмотрел объект и ознакомился с инженерной схемой водовода. Будем надеяться, что подобных аварий больше не будет. Ну, на этом участке точно не будет. По решению губернатора на строительство водовода выделили 40 миллионов рублей. Средства поступили из резервного фонда. Виктория Черкова, Данил Сурков, Улправда ТВ.